Накануне Мир Русскоязычной Национальной Хоккейной Лиги сотрясла новость о том, что Аризона вытащила Виктора Тихонова с драфта отказов. Новость в принципе довольно приятная. Лично я большой фанат Виктора, но вот что на самом деле его ждет в составе Койота в большой вопрос. Дело в том, что Тихонов еще в 2008 году на драфте в первом раунде был выбран под 30 номером Фениксом, провел за команду довольно неплохой первый сезон, набрав 16 очков в 61 матче. Проблемы у внука прославленного советского хоккеиста начались после ухода из команды Уэйна Грецки, который во время первого сезона Тихонова возглавлял Койотов. Новый коуч Дэйв Типпет не особо жаждал видеть Виктора Тихонова в команде, а потому отправил россиянина в фарм-клуб Сан-Антонио Реймпейдж. Два сезона с перерывами на игры за Северсталь Виктор провел в Техасе и за все это время не сыграл ни одного матча в Национальной Хоккейной Лиге. Поэтому так и не дождавшись предоставленного шанса, Тихонов уехал в Россию и начал играть за СКА. После того, как он стал лучшим бомбардиром на чемпионате мира 2014 года, тогдашний Феникс, уже ставший Аризоной, проявил желание вернуть Тихонова в состав. Но на этот раз вещи не сложились из-за нежелания самого игрока. Он выжил определенный срок и, став свободным агентом, подписал контракт с Чикаго. И вот не из-за игра в составе Блэк Хоккс, Аризона все-таки получила Тихонова обратно. Что же касается этого перехода, Аризоне Тихонов явно нужен, учитывая большое количество травмированных нападающих в команде. Да и результаты Аризоны в последнее время не самые лучшие, а новая кровь могла бы встряхнуть команду. Для самого Тихонова это отличный шанс проявить себя и, наконец-то, зарекомендоваться как настоящего бойца Национальной Хоккейной Лиги. Но доказывать это россиянину придется в каждой игре, потом и кровью отрабатывая шанс, предоставленный ему койотами. Я очень надеюсь, что у Виктора Тихонова все сложится хорошо. Будем смотреть и наблюдать за этим. А вы не забывайте ставить под видео лайк, подписываться на канал, комментировать и любить хоккей как искусство. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok